Приветствую, друзья! Вы на канале Гиревой Экстрим. С вами Гончаров Денис. Я хочу поздравить вас с наступающими и наступившими праздниками, с пожеланиями всех благ. Тема сегодняшнего видео это гиревая разминка великих атлетов прошлого. Сегодня мы разберем гиревую разминку мастодонта тяжелой атлетики, непревзойденную Василия Ивановича Алексеева. Но начнем мы сегодняшнюю беседу, опять же вернувшись к разминке чемпиона чемпионов Ивана Максимовича Поддубного. Суть проблемы, суть этой всей коллизии в том, что некоторые персонажи, которые начинают свое повествование со слов Всем привет! Ну, конечно же, вы узнали. Это самопроглашенный патриарх герой деменции Ищейкин. Они извратили тему разминки Ивана Максимовича Поддубного, предоставив информацию, что Иван Васильевич не мог вроде бы как разминаться гирей 32 килограмма, поднимая ее рывком на попу по 10 раз на каждую руку, а разминался гирей 2-3 пуда, прошу прощения. Откуда взялась у него информация? Или он уже сам, как говорится, с приветом? Тут трудно судить. Человек, если чем-то руководствуется, это как минимум своими какими-то убеждениями, которые в большинстве случаев, в его случае, в его контексте, являются неверными и противоречащими не только истине, но и здравому смыслу. Так вот, он утверждал, что Иван Максимович там разминался трехпудовой гирей. Ну, зачем это было делать, абсолютно непонятно. Опять же, выдумывал какие-то упражнения, которые не характерны были для тренина Ивана Максимовича. Вот это вот последнее из его эссе, это подъем гири со стола на попа. Он утверждал, что Иван Максимович двухпудовую гирю поднимал, сам же Ищейкин при его, там, в каком-то стаже тренировок поднимал всего лишь, там, пудовик до него добрался, кстати, надо будет попробовать. Я еще не пробовал от упражнений, но все-таки интересно сыграть по правилам патриарха, гиревой деменции. Вот. Бред. Конечно же, это бред. Почему? Потому что, исследуя, исследуя особенности разминки, во-первых, Иванович Алексеева уже, вот, его работу с гирей, есть информация, что он разминался двухпудового гиря тоже, но и то удерживая его в двух руках, понимаете? С какими весами работал этот атлет? С весами колоссальными. И то он разминался двухпудовый гирей в двух руках, удерживая его. Есть фото, я прикреплю его чуть далее. Вот. Есть еще факт такой, что, ну, это можно загуглить, это информация в открытом, так сказать, доступе, что, имея то ли поврежденную гирю, то ли с поднятой ручкой снаряд был, то ли сам Василий Иванович отломал эту ручку, дужку, отломал у гири, он перебрасывал ее, значит, с руки на руку. И таким образом он разминался. В свое время Дмитрий Халаджи, мой маэстро, он во время бесед с Василием Ивановичем выяснил тот факт, что Василий Иванович уже занимался во многих залах. Поэтому там везде у него были для этой цели свои снаряды. И в одном зале у него было ядро, которое весило чуть больше, чем 20 килограмм. И он это ядро подарил, шар он подарил Дмитрию Халаджи. Он сделает видео, ну, чуть позже, вы увидите, собственно говоря, этот снаряд. Вот. Ну, и я, следуя, так сказать, традиции, уже в некой своей интерпретации, не утверждаю, что Василий Иванович Алексеев делал именно так, я этого не видел. Ну, как я это представляю, это могло происходить. Вот я проделываю этот номер на видео. Всем приятного просмотра, друзья. Еще раз поздравляю вас с праздниками и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok